Мои дорогие, привет, привет, добрый вечер. По старой доброй традиции начинаю видеосъемку в коридоре. Домой вернулась. Капец просто. Время без 5.08. Ну это нормально, а нет? Подожди, где штатив? Штатив, штатив. Штатива, блядь, нет. Где штатив? В сумке, что ли, с собой брала? Ничего не помню. Да, прикиньте. Ах, если я брала его в сумке, то почему я его на стол не ставила? Ходила на одно мероприятие и умаялась. Сейчас, мои дорогие, расправлю штатив, иду раскладывать вещи. Губы были крашены красной помадой, из-за маски все стерлось. Все стерлось. Сейчас, мои девочки, мальчики, я вас поставлю. Ой, пришла домой. Пришла домой. Всю дорогу мне мешал кусок мыла в кармане. То есть, когда я, когда я на зиму, на лето шубу убирала, я, чтобы чтобы не, маль не сожрала ее, а хотя надо бы уже, пора по времени-то, чтобы она ее сожрала, я ложила куски мыла в карман. Из внутреннего кармана я кусок мыла достала, а из бокового не заметила. Мне тоже сегодня весь день ходила с куском мыла. Размазалась я могу. Помада пошла я мыть руки. Сейчас вернусь к видеосъемке. будем раскладывать продукты. Размазанная, блядь, из-за маски. А как хотелось бы, чтобы из-за поцелуя. Но не тут-то было. Из-за маски, из-за маски. Прошло то время, когда красишь губы и выходишь из дома. Все, прошло то время. Сейчас мы, сейчас мы масками все это делаем, весь макияж. Так, мои дорогие, несу продукты. Несу продукты. У меня три пакета. Три. Три, 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 три. Сейчас секундочку. Будем раскладывать, будем смотреть. Я вам расскажу кое-что. несколько хороших вещей. Прямо достойных внимания. Сейчас, секундочку. Сразу же обувь поставлю, чтобы аккуратно. Чтобы не возвращался. Слушайте, а есть день в бегах? Ну как есть день? До двух я занималась любовью, а в четыре вышла из дома. В четыре вышла из дома. И что хочу сказать? Вот сейчас только пришла, четыре часа не было. Четыре часа не было, и... Так, перчатки. Что лишнее нет? Где чек? Мне сразу интересует, где чек. Чека нет. И денег нет. О, нифига себе. У меня этот... Пропуск в солярий. На пропуск в солярий на час, да? Насколько? Сто минут. Сто минут потрачено только семь. Только что увидела. Вот, солярий, хороший рядом... В современке, короче. ДК-современник. Беру один пакет, чтобы он был всегда в сумке. Когда зайду в магазин, я не покупаю пакет. Я на пакетах экономлю. Пускай лежит. Пускай лежит пакетик. Есть пакет, не просит. Очень хорошо. Я за разумное потребление. За разумное потребление пришла, бросила эту. Где я буду снимать распаковку сумасшедшую? Я вам сейчас покажу. Ой, ну что вот это такое? Что? Платок, шуба. Платок, шуба. Пускай вот здесь вот все лежит. Вот здесь. Так, где снимать распаковку? Я даже не знаю. Как поставить? Вот так вот может быть, чтобы свет нормально показывался. Вот так нормально, да? Отлично. Так, как обычно, все открыто. Завтра на днях. Завтра или послезавтра будет распаковка. Sunlight получила сегодня. Получила сегодня посылочку. Курьер приезжал. Вот в этой вот коробочке подарочек для одного близкого мне человека. Так. Ну, я не буду показывать, чтобы не обрадовался раньше времени. Он меня смотрит. А, ну, короче, я это поняла, да? Ну, понял, что это мужчина. Так, что хочу, что хочу показать. Сейчас, мои дорогие, сейчас, сейчас все увидите. Как ставить? Как ставить? Слушайте, прям, знаете, вот блогер, блогер-недоучка. Вот сюда свет будет сейчас не так падать. Если вот на этом столе снимать. Поэтому. Сейчас секундочку вот это уберу. А где это мыло гребанное? О, Господи. Чтобы розу сломало. С текущим мыло уберу в этот. В ванну. Иду, 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 мои дорогие. Я так всего купила много нужного и полезного. Короче, мои хорошие. Мне кажется, самое мое... А, поняла, как я сделаю. Сейчас вот так вот сюда ставлю. И класть буду на стол, да? На столе же видно. О, вообще заебочек. Так, а чтобы на столе вам было... Так, это кладу сюда. Это кладу сюда. Вот и на столе. И на столе показываю. Круто я придумала? Мне кажется, очень даже. Купила торт. Купила торт творожный, бисквитный, цветок сакуры. Это фирма наша Челябинская, 9 островов. Одно время торт этой кондитерской... Как в кондитерской компании? Так, шумели вообще. Они такие вкусные. Я надеюсь, что... Я давно не брала 9 островов. Надеюсь, что... Надеюсь, что не разочарует меня это качество. А, кстати, помимо всего прочего, у меня пришла посылка из города Набережная Челны. Не написано от кого. О, 1 килограмм Т-123 грамма. Еще с объявленной ценностью. Короче, завтра пойду забирать. А посылки из Новороссийска нет. Так как не было, так и нет. Вы представляете? Девушка мне вчера писала, что она отправила 2-3, что ли, недели назад. Нет, из Новороссийска ничего нет. Так, мои дорогие. Так лучше, да, видно? Вот так вот. Лучше видно. Так, показываю, короче, что купила. Торт купила. Торт, я надеюсь, что классный. Я надеюсь, что классный. Купила вот такое вот печенье. Скажу сразу, что я купила на... Где чем? На 3 600. Вообще, общая стоимость покупок это около 5 тысяч рублей. Но по выручай карте этого магазина на 3 600. Скажу честно, что я практически все купила по акции с очень хорошей скидкой. Я покупала в пятерочке. Так что, имейте в виду, можете пойти. Вот такое вот печенье купила. Вот такое, знаете, какое классное. Ну, видно, да, и что оно классное? Что вам пока... Сейчас вам покажу. Подождите. Печенье очень люблю. Какое? Вот есть. торт, печенье. Вот такие штуки. Итальянские хлебцы. До мая 21-го дня. Тоже по скидке. Аху. Яйцо. 10 штук. Ух ты! И у меня еще 4 есть. Я что замечаю? Сейчас стала брать яйцо С0. С0 надолго хватает. А до этого я брала, наверное, С2. Они были такие худенькие, что они так быстро заканчивались. Поэтому я всегда по 3 яйца варила. Ой, ну как жарила себе в омлет. А когда яйцо крупное, его и меньше тратится. Оно и дольше. Ну, какая печенье вкусная. Вот такие печенье стоят 150 рублей, но я купила. Блин, за 99 или за 99, я не знаю. Вот еще. Пакеты нигде не ставила, пакеты чистые, поэтому я не переживаю. Сейчас. Вот чек. А-а-а! Ну ладно, это не страшно. Супала. Короче, чек, как будто бы я купила пол Родины, да? На самом деле сумма покупки стала 3627. Нечальная стоимость 5000. Потом там повручай карту, все это, по-чекали мне. Чик-чик-чик. Вино купила. А, ну естественно, как я не без вина? А, если честно, смотрела на бутылку вина стоимостью 1000 рублей, 1000 рублей по акции. Думаю, подарить себе, не подарить. А потом думаю, про себя нет. Нет, пока нет у меня такого повода, чтобы пить вино за 1000 рублей по акции. Так, 1600 что ли стоило? 999 сейчас. 999,99. Прошла чуть подальше, увидела вино, я уверена, что оно достойно внимания, потому что год урожая 2017, это чили. Чили, да? Правильно? Да, чили. Чили. Сорт винограда сира. Никогда не пила вино вот такого сорта винограда. Сира. Категория вина хорошая. Сорт винограда один. И тоже, конечно же, оно по акции. За 319 рублей, что ли. Патиссоны купила. Купила активию. Взяла, короче. Вот такие вот штуки сейчас. Вообще, цена у них сейчас 199 они стоят по-настоящему. А вот такие. А сейчас по 99. С мельничками. Вы представляете? С мельничками. Я почему хочу обратить на это внимание, потому что... А, блядь, я и бумажка. Это у меня травы сицилии, а это итальянские травы. Я подумала, что одно и то же. Блядь. Сумасшедшая. Так, приправа к шашлыку. Ну, короче, что? Там травы сицилии. Травы сицилии, итальянские травы. Мне кажется, одно и то же, да? Тот же хуй, только в другой руке. Короче, вот такие я купила. Две мельнички. Это чеснок, трава, соль. Соли, как правило, я так мало использую, поэтому могу себе позволить. Естественно, в пятерке купила шоколадский Риттер Спорт. Они там тоже по акции. Не за 140 рублей, как обыкновенная цена, а нужно за сколько-то. Я сейчас скажу, сколько. Так вот еще, смотрите, что взяла. Сыр, короче, из козьего молока. Вот одна вот такая упаковочка сыра стоит 239 рублей. Это в томатах из козьего молока, а тут в прованских травах из козьего молока. Одна вот такая стоит 239. А сейчас, видимо, никто не берет. Продукт новый. Раньше такого продукта не было. А сейчас, видимо, и срок годности подходит. И они сделали на него скидку. Короче, вот все вот такие штучки. Вот это 99, это 99. Хотя как проходит? Смотрите, произведено 18-го, 11-го. Срок годности 30 суток. Я смотрела, короче. Такой ароматный. Сейчас пробую. Блядь. Я смотрела, он не заканчивается так. 100 грамм, без скандинга. В сухом месте массовая доля 45. А, вот, вот. Срок годности 30 суток. Вот написано. Смотрите, если 18-го, то до 18-го декабря. А этот произведен 16-го, 11-го. Срок годности тоже. Вот эти 30 суток. Так, вот я сейчас попробую. Может, я такую всегда. Вот за 239 я фиг, что, возьму, попробую. И, как сказать-то. Ну, за 239 надо знать, что берешь. Ну, согласитесь. А так, то за 99 самое то вдруг не понравится. Взяла вот такие вот бумажные полотенца. А, подожди. Сейчас, подожди. Вот так вот, наверное, надо. Да. Вот так вот. Взяла бумажные полотенца. Слушайте, я этот, мастер ракурса. Как, знаете, вот, как постельные сцены снимать, так я, блядь, первая. Я тут, 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 это, вообще к гадалке не ходи. Я тут первое все сделаю. Как что-то путное снять, я вообще, у меня ничего не получается. Так, что я хотела сделать? Печеньку еще хотела. Позачку это вкусно? Ничего не сказать, подожди. Так, что у меня это стало? Умылся. Печенька охуенная. Просто охуенная. Так. Взяла виноград. Черный. Много. Ну, не знаю, сколько. Килограмм. Наверное, больше. Взяла грейпфруты. Четыре. Взяла помидоры. Взяла яблочки. Что-то вот тут мне как-то замечталось насчет яблок. Взяла гранаты. Гранаты. Кстати, я, как я устала. Не на что ли налетя. Такой день был. Такой день был очень тяжелый. Тем более, я купила новую бутылку вина. Чего бы не налить. Так, интересно, какой у меня может быть повод? Какой повод я могу сама себе создать, подарить, чтобы я позволила себе в мозгу вино за 999? Какой, господи, какое имя. Придумай, с чем ты себя можешь поздравить. Мои дорогие чин-чин. Всех нас со сложным. У всех у нас был по-любому сложный день. По-любому. У меня было 4 часа сложные. До двух часов было все прекрасно. Я нежилась в постельке. Все было великолепно. Попал в душу, бежать. Нужно сюда. Здесь на 9. Блядь, холодильник подопрошится, перевернется. Такая, блядь, жизнь. Казаху держись. Что хочу сказать. Зима наступила, когда световой день такой короткий. Не успеваешь, бах, пролетел, бах. Блядь, какие вкусные, какие вкусные печенья. А ты можешь еще одеться, еще купить. Разберут. Что хочу сказать. Пошла же я в пятером за своим вкусным тортом. За одним тортом, блядь. За хлебушком. Все, блядь, разобрали. Ничего, блядь, сказать нельзя. Что, про рекламиру? Люди начинают хватать ей, блядь. Мне же не достается. Блин. Знаете, русские пряники. Это очень вкусно. Очень. А почему это все? Это в упаковке 16 в 11. Дата 16 в 11 в срок годности 90 суток. Надо пройти. Мне еще взять. Однозначно. А, у меня сегодня пакет не разобранный. Смотрите. Купила вот такая. Свинина любительская. Блядь, какой тяжелый пакет. Сука, что там такое лежит? В этой втулке нет. Вина. Купила вот такое вот молочко. Жените-ка, мой пусик. Сказал, что Инуся, ты должна пить молоко вот такое обыкновенное, которое местного производства и которое быстро портится. Которое не под крышкой, которое не в тетропаках, не в коробках. Покупай обыкновенное молоко, чтобы оно было настоящее, не порошковое. И я, конечно же, прислушалась к его мнению. Он у меня умница. Он у меня за здоровье топит. А уж по поводу хлеба. Хотела же я пойти купить хлеба нормального себе. Такого. Батончики-то такие продаются за 40 с чем-то. Нету хлеба. Пришлось брать дачный. Ну, дачный, ну, знаете, он сладковатый. Он очень вкусный. Морковь, яблоко с семечками. Натуральная клетчатка, ржи и пшеницы. Морковь, яблоко и семечки. Он вкусный, но тут-то, блядь, вкуснее. Так. Тунец. Вот такой тунец сейчас стоит 99 рублей. А до этого стоил 189. В пятерке на него акция. И не пропадает. Срок годности очень хороший. Прямо, что у меня подкупило, гостовский. Но сделан из мороженого сырья. Я посмотрела вообще. Весь сделан из мороженого сырья. Даже тот, который даже тот, который сейчас за 340, который стоит 340, акции сейчас 219, что ли. Я, короче, за 99 купила. Смотрю дальше. Вот, вот. Пупсик мой, если ты это видишь, я это сделала. Конечно же, это не из вкус Вилл, но это куриный рулет. Такой куриный рулет я распробовала у Женечки в Москве. Из мяса птицы. Копчено-вареный, филейный. Состав классный. Филе куриных грудок, вода загустители. Все. 99 рублей. На него ни акция никакая, ни акция, ни хуякция. Просто он всегда стоит 99 рублей. Вот. Что хочу сказать своим по этим зрителям. Вот такая вот сейчас штука. Шея сырокопченая. Здесь сколько? А, 30 суток. Изготовлена 16-го, 11-го. Годен до 15-го, 01-го. Сейчас вот такая вот шейка, 199 рублей. Так у нее цена. Блядь, 199. Ну, короче. Не пропащи, ничего. Потом, ааа, вот что себе купила. Не знаю нахера. Не знаю нахера. Решила себя порадовать цветочком. Я брокколи никогда не видела вообще вот в таком виде. Только у мамы на огороде. Так вот. Сейчас в пятерке вот такие вот продаются. Такие вот классные. Не знаю, что с ней буду делать. Наверное, на ПП, блядь, сяду. Не знаю. Короче, не знаю. Вот такое вот сочетание купила. А затем я купила огурцы. Как обычно, пакет порвался. Экономят, блядь, на все. Обычно, знаете, еще не купишь такое вот рассыпное? Из дома, домой приходишь, все, пакет порвался. Что они делают? Их одноразовые? Или что они? За экологию топят. Чтобы они разлагались быстрее к земле. Так они уже, блядь, разложились. Я до дома не принесла покупку. Сейчас акция. Представляете, вот этот вот сыр. Ну, Маздан. Он и в Африке Маздан. Короче, годен до 6.03. Стоит что-то. Сто с чем-то рублей. Сто, сто и мало. Вот не 199, а сто и мало. Так. И вот еще вот такой хлебушек взяла. Чтобы жизнь, блядь, эта сладкая не казалась. Вот этот хлеб для меня сладкий. В идеале, конечно, мне купить было бы тот батончик. Этот хлеб для меня сладкий. А это просто ржаной хлебушек. А, не ржаной. Хлебушек заварной. Бездрожжевой. Вот такой вот купила. Он хоть порезанный? Сука! Он не порезанный. А куда мне глаза смотрели? Он не порез... О, господи. Я так давно... Еще и стоит 54 рубля. Это тут маленькая буханочка. Блядь, он не порезанный. Ебаный случай. Просто ебаный-приебаный. И купила вот такую вот тушку цыпленка. Ристория. Годен, да, 6-го, 6-го, 2-го. Ой, блядь. 7 суток. А сегодня какое число? Где телефон? А, сегодня третья. Кто-то мне звонил. Угу. Угу. Это время. Ага. Так, смотрю. Это да. Это да. Короче, что хочу сказать. Мои хорошие, мои единственные. Годна до 6-го, сегодня третья. Ну, я успею съесть. Чего хочу. Смотрите, сколько я много всего купила. Вот просто посмотрите. Вы обалдеете. Блядь. Так. Я сама обалдела, потому что выпила бокал вина и не заметила. Гляди, как много купила. Вот, глядите. А, по ценам. Давайте пробежимся по ценам. Где, блядь? Три пакета притащила еды. Я считаю, что купила все нужное, все полезное. Так. Сейчас быстренько, быстренько я вам все расскажу. Ну, реально. Ну, дешевле только даром. Кстати, знаете, мне что приятно, что мои зрители говорят, что, Инна, посмотрели твою закупку и пошли купили то же самое. А еще меня радует безумно то, что люди доверяют моему вкусу. Где бутылка вина? Я выпила бокал вина и даже не заметила. Вот это вино очень хорошее. Санта-Барбара, это очень такой урожайный 2014 года. Категория классная, география. Сорт винограда один. Я вот сегодня, я стояла. Выбрать вино, это прям целое искусство. Куда я пошла? Я хотела купили намазать вики. Выбрать вино, это целое искусство. Я стояла, читала этикетки, смотрела производителя, смотрела. Блядь. Вот, смотрите, за этот, как сказать, замерз. Не на батарее, вот стоял чуть подальше. И все уже. Весь хруебился. Видите, как этот. Не давится. А так он как маслечко. Это особенность этого кокосового масла. Что я хочу сказать. О чем я говорила, господи, сумасшедшая. А, выбрать вино, это целое искусство. Так вот, я вам повторяю это. Это действительно так. Даже дорогие в ценовой категории 2000 и выше вина произведены из разных сортов винограда. 30% один, 30% другой, 30% блядь третий, 10% другой. Я такое не люблю, такую мешанину. Либо еще хуже, там, из виноматериала. Это вообще пиздец просто. Так, ну давайте-ка, я сейчас сниму пробу, я же пить не хотела. Сниму пробу вот с этого вина, чтобы вы обратили внимание. Сейчас скажу, скажите, кстати, сколько оно стоит. Так. Патиссончики, 150 рублей. Вот эти вот. А так стоят 200. Вот там акция сейчас. 149,99. Патиссончики. Следующая в чеке. А, вот вино вот это вот стоит сейчас. 319 рублей. Красное сухое. Раули сера. Сера. Я ни разу не пила вино вот с таким... Так, мне посудом будет, блядь. С таким... Из такого сорта винограда. Надеюсь, что у меня появится повод в самое ближайшее время. И я сама себе смогу позволить... А пока я не могу себе позволить. Я не понимаю, зачем. Понимаете, как сказать? Я чисто материально могу позволить. Но опять же, у меня есть какой-то здравый рассудок. И я думаю про себя... Так, а какой повод, блядь, еще выпить такие вина? Жизнь прекрасна. Ну, как бы и тут это тоже я... Что тут дуло? Тут закрыло. Подожди. Вообще, ну что же закрыло? Уже, блядь, время, ночь. Скоро уже спать лягу. Все. Ну, ночь. Ну, гла. Ну, ночь приоткрою. Так, сейчас я... Что такое освещение выставить сложно в квартире, когда снимаешь вечернее время? С освещением, конечно же, у меня напутно. У меня вот здесь вот люстра, здесь лампочка или че. Ну, короче, ну такое. Сегодня Женька, моя ляхова, моя подружка, пригласила на первый Ладушкин юбилей. В игровую комнату двадцатого декабря. Двадцатого декабря, блядь. Или двадцать первого. Ну, короче, не знаю, какого числа. А я в это время уже хочу уехать. Хочу уехать и... У меня мама днерождения двадцать третьего. Блядь, и... Женя такая, она обидчивая. Ну, подожди, сейчас сполосну, чтобы не путать. Сейчас сполосну, бокальчик. А че я буду полосать, а че ловно-то? Ничего, бокалом, блядь, нет, что ли? Вот какой-то, блядь, с пятнами, ёб твою мать. Ну, подожди, все равно сполосну. Где, блядь, полотенце? Ха! Я же бумажные купила, как раз для той цели. Чтобы не было у меня разводов на бокалах. Так, вот они. Вот они, сгодились в полотенчики. Сейчас мы сразу же начнем пользоваться тем, что купили. Хожу, такая по пятерке встретила. Я знаю, что меня многие смотрят, знаю. С моей бывшей работы. Старшего бухгалтера, одного из групп. Рима Багаутинова. Как у него отчество? Рима забыла. Она говорит, пиночка, я тебя смотрю. Она сидит в кабинете с Натальей Олеговной, с моей, с моей подружанечкой, с маминой подружанечкой, вернее. Блядь, как у него фамилия? Рима Михайловна. Она говорит, Инна, как дела? Я такая говорю, хорошо, дела. Она говорит, а я тебя смотрю, Женьку смотрю. Нет, блин, я думаю про себя. Она говорит, приехала? Я говорю, приехала, все хорошо. Представляете, люди меня смотрят. И мне так приятно от этого. Она говорит, что-то не могу разобраться с аккаунтом. Я же, говорит, даже не подписана на тебя. Сообщение не могу писать. А я знаю, я вижу по статистике о том, что меня смотрит ровно половина от тех, кто не подписан. Прям вот вижу. Сейчас я вам... Сейчас попробую винишко. Где оно? Где бутылка? И я вам скажу, стоит ли, стоит ли брать в этом вот вино. Уж поверьте, моему вкусу. Безупречному. Такой Инна Сомелье, да? Ну, что тут я распробую? Чилийские вина очень любит Ирка Сатина. Очень любит. Она тогда, между прочим, закончила эту... Как она? Куба. Каминск-Уральская барменская ассоциация. Они-то ее создали. Как-то они там учились. Ну, давайте пьем вот это вот вино. Я вам сейчас скажу. Из винограда сера, который я раньше ни разу не пила. Это не реклама, мне еще похуй. Если вкусно, я вам скажу, что вкусно. Давайте, мои дорогие. Чин-чин. Ну, маслянистые следочки вот этого от вина остаются на бокале. Да? Моем, мосер, пинограды. Год урожая указан на этикетке 2017. Вино защищено на доименование места происхождения. Категория ДО. Регион, Центральная долина, Красная Сухая. Не могу понять. Не могу понять. Так, смотрим дальше, пацаны. Неплохое. И как бы, я не в восторге, так вот, вау. Но оно неплохое. Подождите. Посмотрим, какое будет послевкусие. Сейчас, мои дорогие. Смотрим дальше. Так, вино. 319,99. Считайте, грубо говоря, 320 рублей. Стоит оно в категории 500. Где-то в категории 500 рублей. Так, это что? Вэйхаус. Вот эти вот хлебцы стоят. 89,99. Обыкновенная цена у них 150 где-то. Так, мягкий знак. Полотенце. Полотенце. Вот такой рулон полотенец. Без акции стоит. 90, 100, 121 рубль. Чё, блядь. 121, а сейчас по акции. 55 рублей. 55 рублей. Пойдите в пятерку. Возьмите таких полотенец. Так, печенье. Рой, брой, сахар. А, вот оно. Где-то моё. Это, а, ну, какое, блядь, рой, брой печенье. Какое, блядь, печенье было? Какое у меня печенье? Посчитали, что я печенье рой, брой, сахар. 450 грамм. Это что, блядь, рой, брой или что? Наебали, похоже, дело мне. Чуть другое пробили. Русский пряник. Это никакой не рой, брой. 45 грамм. Вот здесь сколько? 400 грамм. 450 грамм. А, ну вот, это печенье стоит 110 рублей. Но оно стоит реально этих денег. Он даже стоит гораздо дороже. Так, он, наверное, стоит 150, может 160, а то и 170. Да, блядь, за 110 я его купила, но оно, блядь, а ну, сука. Это прям, ааа, да прям вкусно. Так, вот такое печенье. Так, напиток активия с черносливом, но вы же сами понимаете, да, что активия стоит, так, 130 рублей. Вот сейчас за 99 можно купить. А, тоже не просроченный. Я всегда смотрю на сроки годности. Годен до 21-го, 12-го. То есть, надо пойти и взять. Пусть он лежит в холодильнике, есть пить не бросит. Так, а так проснешься утречком с похмельца, выпьешь и все. Так, напиток биоактивия. Био-йогурт, 99. Так, шоколад цельный, этот, Риттер Спорт. А, Риттер Спорт. В итоге одна шоколадка стоит 85 рублей. 85, а так 137. Я взяла цельный миндаль и цельный лесной орех. Там какой-то есть этот, блядь. Нет, однозначно все, я поняла. Вот это вот мое вино, темпромилия. Мне нравятся более терпкие вкусы. Вот это больше выигрывает вино. Для меня по вкусовым качествам, чем вот это вот сира. Я почему удивилась? Думаю, что за виноград с сорта сира? Думаю, блядь. Почему я до 38 лет еще ни разу не пробовала виноград с сорта сира? Ну, короче. Вот Санта-Барбара еще буду смотреть, ловить по акции. Вот Санта-Барбара это мое. Вот Санта-Барбара это же готово брать без акции. Ну, там за 500 рублей готово. Оно стоит два раза по 500 рублей. Это очень вкусное вино. И многие, кто его пробовали после моей рекомендации, говорит, да, заебаное, прям правда заебаное вино. Почему мы раньше не обращали внимания, тем более в такой очень скромной ценовой категории. Но смотрите, год урожая классный. Сорт винограда один. Это и география, и категория охуенная. Блядь, вот век воли не видать охуенное вино. Короче, шоколадка одна, 85 рублей. Яйцо селяночка, 72,99. Я их уже вот сюда вот положила. Вот они, селяночки лежат. 73 рубочка, 72,99. А яблоко красное. 114 рублей. Вот такие вот две штучки на 62. Получается 62, что, блядь? 62,67. Получается одно яблочко, 31 рубль. 31,30 такое яблочко. Так. Давай, блядь, все, раскатись. Все, упади. Что, пуля не привыкать, все, разобей именно. Так. И что селяночка? Яблоко красное. А, ну вот они, приправки. Вот и до них дошла очередь. 99,99 каждая. А так в два раза дороже. В два раза. Так, приправки. Сыр из козьего молока. Где он, кстати? Блядь. Нет, потерял сыр. Сыра нет, блядь. Молоко, блядь. Надо убрать, пока оно и не скисло. А, вот он все. Так, посмотрим, скинем пробу. Я же два взяла. Где второй взял? А, вот он, под носом лежит. Сейчас, наверное, сейчас, сейчас, сейчас. Вот там я лезу. Самошедшая. Так, сейчас мы посмотрим. Я сам скажу, стоит, не стоит брать сыр, а может какой-то ручной работы. Ну, смотрите, за 239 рублей вот этот вот колобок, не знамо, что, да, брать, вот это вот сомнительное удовольствие. А вот сейчас мы, сейчас попробуем. Так. Ну, давайте снимем пробу. Сначала колобочек красный. Неплохой, ну, чтобы уж нашим, прям вот, и не вау. Ну, неплохой. Смотрите, какой в разрезе. Ну-ка, вот этот колобочек. С травами, блядь, с каким-то. Вкус одинаковый, у них посыпка разная. С кузьего молока. Знаете, что? Неплохой. Захотела бы я его есть за 239, ну-ка, сколько грамм. Сколько он здесь грамм? Подождите. Неплохой. Неплохой. В принципе, неплохо. 130 граммов. Вот в этой вот, вот в этой колбаске. 130 граммов. Неплохой. Что я хочу сказать? Неплохой. Достаточно неплохой. Но... И не прям уж так вот, вау. Ну-ка. А вот, ну-ка, а Маздан. Где, блядь, Маздан? А Маздан не буду открывать. Он годен до... До марта 2021. Ну, Маздан, блядь, он в Африке Маздан, да? Че, вот, вдруг я его там на Новый год, вдруг я там прилечу, а у меня... Вот, знаете, я вот такие вот вещи храню в холодильнике про запас, мало ли, вот, нагрянут гости, а у меня вот на стол поставить негде. Нечего. Я хоть выйду, знаете, на банки консервированных маслин с косточкой, сыр, который всегда есть к приходу гостей в холодильнике. Одна упаковка точно. Ну, что-то из алкоголя дома есть всегда, там, либо водка всегда, какие-нибудь корнишончики, что-то на стол, чтобы собрать, вот так вот, по-быстрому, вот, какой-то фуршет. А потом уже думать, чтобы дойти до магазина, но первую какую-то вот встречу, вот эту вот, у меня есть всегда что собрать. Ну, что можно вот, например, собрать? Консервированный маленький корнишон, что-нибудь блядь, ну, например, что можно в моем холодильнике собрать? Ничего, блядь, нету. Яйцо, блядь, отварю, гостям, дорогим. Ну, короче, блядь. Ну, сыр-то есть всегда. Сыр какой-то, может быть, шоколад, маслиный олив, маслиный оливки, блядь, одно и тоже перечисляю. Ну, короче, блядь. Пельнение, нахуй, достану, отварю. Вот и все. А потом решим. Так, что там дальше? Что у тебя дальше? Жрала, да? Так. Сыр из козьего молока. По 99 рублей. Свинина ориант любительская. Так, вот, мои дорогие, ближе к делу. Вот эта вот свинина, сейчас уже по дикой акции, по дикой просто. Она не пропащая. Дата изготовления 25-го, 11-го. Срок годности? А вот, блядь, срок годности я не знаю. А, 30 суток. 25-го, 11-го. То есть до конца декабря. До конца декабря. Ну, я, знаешь, на таких вещах писать срок годности, блядь, меня долго не задержится. Я это сожру, вот, знаете, на выходных. Сниху, где недели? Блядь, не знаю. Как-то сегодня среда. Ну, блядь. Это я все съем. Так, следующее читаем. Молоко классическое. Вот я уже убрала 56 рублей. 56,99. 57 рублей наше местное молоко, которое, Ирбитска, которое в нашей области произведено. Ну, ладно. Грифрут. 136 рублей. 136. Так, 4 грифрутика. 136. 136, 33. Какая тупая, что прям, не могу посчитать. Сейчас я посчитаю, сколько один грифрут. Так. 136.33. Разделить на 4. Так же, как и яблоко. Смотрите. И яблоко по 30... Это, блядь, гранат. И яблочко по 30 рублей. И грифрутик по 30. Где, блядь? Калькулятор считала. Только что был, блядь, перед глазами. А, вот. 34 рубля грифрут. Обожаю грифрутик. Обожаю. Сейчас, подожди, надо до 0 смахнуть. 34 рубля грифрутик. Блядь, что там за... Давай, нахуй, разбей все. Чтоб вино полетело. Так, грифрутик. А, копченые окорочка. Так, я же еще окорочку взяла. Блядь. Волосина на платье. Пиздец. Так. Здесь у меня упаковка бумажных полотенец, поэтому я туда бросила. Грифрут, 136. Вареные, так, копченые окорочка. Какие, блядь, что окорочка? А, ну вот заебочек. Захочу вас наебать, скажу, что сама пожарила мукбанг. Кратошки отварю, огурчиков, помидорчиков порежу и скажу, блядь, нажарила курочки. Могу вас так наебать завтра. А почему бы не сделать? А тут две штучки, да? Вот такие окорочка. 164 рубля. Это сейчас еще по акции вакуумной. Копченые, да? Копченые вареные? Так они стоят... Сейчас по 249,99. А так стоят около 300. Блядь, так дорого жить, сука. А вот, 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 вот. Шея свиная. Где она, блядь? Вот она. Пойдите, мои дорогие. Порвала полотенец. Сейчас будет все валяться, блядь. Хоть с камеры убрать. Вот такая вот шейка стоит 99. А, нет, 94,99. А так в два раза дороже. И она не пропащила до 15-го, 0-1-го. Блядь. Подожди, я сейчас сама нарекламирую. Сейчас, блядь, люди побегут. Все разберут. И, короче, за шейкой я еще схожу. И за печеньками схожу. Дети, вот, за этими печеньками схожу. За 110 рублей. Ну, это пиздец. Это просто отвал башки. Это очень вкусно. Так, гранат. 99,99. Пахцы, гранатики. 121 рубль. 4 гранатика. Ну, примерно так же, да? Около 30 рублей. 120 разделить на 4. Ну, вот. Все примерно стоит в одной целовой категории. Что грейпфрут, что гранат, что яблоко. Но без фруктов никуда. Фрукты надо жрать. Виноград. А, вот здесь у меня чуть побольше. 1 килограмм 205 грамм. По 124,99. На 150 рубочках. Но зато посмотрите, он какой элитный. Знаете, обычно вот в этих вот мешочках, когда он уже нафасованный, он, как бы, блядь, он... Найдем. Как сказать? Он такой, ну, хуевенький. Я всегда вытряхаю из мешочка и всегда провожу проверочку. Смотрите, какие отборные ягодки. Ну, вы посмотрите. Да, прям, ах, так, как райские сады. Посмотрите, какие отборные ягодки. И здесь все такие. Вот я вот кило 200 взяла, оказывается. Я никогда не доверяю вот такой вот упаковке. Я всегда достаю и проверяю досконально, чтобы у меня все ягодки были отборные. Вот что, видите, я не люблю белый виноград. Я не люблю виноград тайфи, дамские палочки. Вот, наверное, по той же причине, потому что я не люблю белое вино. А вот виноград черный, это да. Не люблю виноград, знаете, какую? Могу есть, ну, блядь. Если никакого нет, то могу есть Red Global. Он такой несистый, он такой невкусный, блядь, короче. Вот поле ела вот этот вот. Посмотрите. Блядь, хорош. А, вот сыр Моздан. Сыр, сыр, сыр. Нету, блядь, сыра. Был сыр, нахуй нету сыра. Так, тут бриллианты. Кладимик, что ли, убрала уже, блядь, тюпо прятала? Нету, блядь, тут нихуя. Сыра нет, блядь. Кокосовая. Вот тут нахуя я купила? Нахуя я купила целую кокосу брокколи. Вот это, на ПП я не собираюсь садиться. На кой хрен, блядь, мои глаза? Ещё и без акции, блядь, купила. Сыр, блядь, потеряла. Так, нет? Я бы услышала, да, если бы упал. Тут точно нет. Тут наушники. Блядь, блядь, сыра нет. Нихуя я не помню. А, вот же, блядь. Вот же, вот же. Так, всё. Перекрестить тебя. Сыр. Сыр Моздам. Сыр Моздам. Чё, чё, чё? Чё нос чешется? Не нужно давать носу чесаться. Выпьём. Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. Затал, чтоб жизнь стала крашей, ведь жизнь одна. Давайте выпьем. О, Наташа. Когда я ела печеньку, олешек вывалился. Коготочки подтянула. Макарочка, шея свиная, 114, гранат, 121, виноград, чёрный, 150, за 124 килограмм. Сыр Моздам за 116. Прикиньте, сыр, блядь, за 116. Нигуя, да? Рулять филейный, вот он. Женечки в Москве такое распробовала. Ну, думаю, что хорош. Ну, так. Где рязак? Блядь. Какая интересная, такой же, как вкус вил или нет? А, ванила. Сейчас я на швейцами развяжу. Ну, ножницы нашла уже. На доске лежит. Сука, блядь. Срала, блядь, дома только. Блядь, всё же надо ножом подцепить. Сука. Смотри, сами... Договоришься. Да, блядь, его распакуешь или что? Ну-ка. Такой же во вкус вил вкусно или нет? Сейчас посравним. Пахнет очень добротно. Очень даже. Висит груша, нельзя слушать. Загадка. Кто знает, напишите мне ответ. Неплохой. Неплохой. Неплохой, очень даже. Думаете, что я там что-то стучала? Я вот так вот сделала. Сейчас, подожди. И так вот пальчиком. Вот так вот. Вот так вот пальчиком делала. Хороший. Когда рядом со мной Клевенко, мне всё кажется вкуснее, всё кажется цивильнее. И солнце ярче светит, когда со мной Клевенко. И трава зеленее. Поэтому неплохой. Обратите внимание, вот мясная ферма, это не реклама, но он неплохой. 99 рублей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 колёсиков. Ещё 8 осталось, 9 колёсиков. Неплохой. Для денег, это может быть сэндвичей, неплохо. Так. Рулет с филейным, 99. Тунец. Вот он, бланшированный. Такое слово? Да. Бланшированный в масле, 99,99. А так около 200. Огруцы среднеплодные, 68, 68, 84. Это, а 1 килограмм, 84,99. Вот эти вот на 68. Получается на 23,5 рубля, 23,51. Огручка. Хлеб с Макдачной, хуеть, блядь, хлеб 160 рублей. Маленький, хлебушек. Ну он вкусный, сука, но он сладкий. Вот как бы мне тут отхватить. Ну не было, я пришла уже поздно, там уже, блядь. Хуя себе видео, 53 минуты уже. Так, тушка цыпленка бройлера в истории. Так, все быстрее надо заканчивать. Тушка цыпленка бройлера 216 рублей, 1 килограмм, 139,99 по акции. Здесь 1,549. Надо ее, блядь, быстренько приготовить, потому что она до 6-го годна. Так, тушку сюда. А то, блядь, она срок годности есть, сейчас пока на столе лежит. Капуста, брокколи, и гащи вахери просто, нахуй, где она, блядь, эта капуста ебаная? Ну, может, сейчас выбросить, или, блядь, немножко погодя? Нет, нахуя эту капусту взяла за 101, за 101,40. И еще, ну, видимо, перед вами повыебываться. Ну, блядь. Цена, там, не по желтому ценнику, ничего. Ну, видимо, чтобы вы решили, что я на пупе. Может, мне реально на пупе сесть? Какие-то мысли, блядь, уебанские приходят на трезвую голову. Какой нахуй пупе, да? Столько, блядь, вкусного купила. Ну, точно, блядь, на пупе. А что я купила вкусного? Да нихуя, блядь. Хлебушек заварной, бездрожжевой. Это где? А-а-а. Ту хуйню, которую я купила, блядь, не порезанную. За 54,99 такая маленькая булочка еще и не порезанная. Где были мои глаза? Ебанутая, блядь. Эй. Тор 9 островов. Может быть завтра я мой банк запилю с вином и с тортом. Но творожный должен быть вкусный. Смотрите, как называется? Цветок сакуры. Так, все, мои дорогие, это же все. Вот, да, вот смотришь, чек, да? 109,99, там 55, 154, 136. Схуев ли, блядь, получается-то в итоге 3627. Все так дешево, срой, блядь. Все так дорого оказывается. Все, энергия. Охуеть, время без 10,9. Без 10,9 я проебала весь день. Весь день. Сейчас мне еще тут все нужно разбирать, убирать. Все просто охуеть. Охуеть. Ну. Вот. Вы посмотрите. Так, я не знаю. Я это с вами все разворошила, а, блядь, с вами это будут все убирать. Это пиздец просто. Я нахуя, блядь, связалась? Видео, блядь, снять какое-нибудь кулинарное, пол этого грязи, пиздец, блядь, не оберешься. Все развалила, блядь, все развалила, еб твою мать. Это просто какой-то пиздец. Пиздец. Тоска. Поставила. Это и, видимо, как, кстати, как гусар открывала вино. Вот так вот. Все разлетелось по кухне. Так, вот это извещение нахуя не надо. Мне так все на почте дадут. Еще приду, буду требовать посылку из Новороссийска. Мусора-то ведь дома нет? Такие кладу, маленькие. Чтобы вынести мусор, чтобы дома нет. У меня вот... А, мусора дома нет. Вот, блядь, нет мусора. Вот. Нихуя себе уже, блядь. Вот, уже все, пакет целый мусором. Смотрите. Сразу же... Ой, блядь. Давай, разбей нахочу бутылку. Тебе не привыкать. Была бы у меня собака, я бы пришла бы с собакой гулять, и вынесла бы. Знаете, я сейчас не быстро обернусь. Сейчас я. Что там в новостях? Что там в новостях? Так. Все. Сейчас пойду мусор вынесу. Хоть голову маленько проветлю. Что-то, блядь, въехала. В шматинушку уже. Реально в шматинушку? Это же пиздец просто. Какая себе, блядь, все равно ворошила. Что торт на столе? Да? Почему? Ух ты же. Келезар включила, ничего не заработала. Минус 13 показывает. Если честно, по ощущениям гораздо холоднее. По ощущениям, такое ощущение, что градусов 17. По ощущениям гораздо холоднее. Не порваны, ничего. Что их бросать в пакетах? Зачем покупать каждый раз новые пакеты? Смотрите, где у меня. Пакетами хранятся. Сходила в магаз. Все. Обратно свернула. Пойду в следующий раз, чтобы не покупать. Вот если бы я сегодня купила пакеты, это еще, блядь, плюс 20 рублей. И так, блядь, 3,627. Так было бы 3,650. Что выиграла? Нихуя не выиграла, да? Но, знаете, копейка рубль бережет. Ой, блядь. Попробую попробовать. Подожди, надо торт убрать, пока он не потухнет. Так, тортик сюда. Ой, у меня еще камамбир есть. Слушай, завтра я себе сделаю королевский завтрак. Королевский завтрак, сыров себе открою. За сами год нужно? Так, сыров, вот мне считается, смотри, у меня есть брынза, у меня есть камамбир, у меня есть два сыра из козьего молока, у меня есть президент остатки, у меня есть Маздан, блядь, нахуя это я все себе нарежу и как, это буду сидеть, жрать, что ли, куда-то раньше. Слушай, прекрасные мешочки, прекрасные. Я заэкономил, за, за то, чтобы люди ходили в магазин со своими пакетами, вот, у меня и так их много, чтобы еще, еще покупать. Сейчас пойду, вынесу, что-то, блядь, насиярилось, блядь, с двух бокалов шампанского, с двух бокалов вина. Так, я приготовила, так, это вот приправы у меня здесь стоят, авось, блядь, что-нибудь приготовлю. Так, вот это пиздец, это просто пиздец, блядь, брокколи купила. Может, покисочку попробовать? Какой вот он на вкус? Где, блядь, от Крабашка нахуй? Где? Где? Есть только вот такая вот пивная. Все, я вижу, где. Ну-ка, давайте урвем пиздец. Сонечек. Блядь. Сейчас посудомойки достаю. Ну-ка, какой на вкус? Покисончик. Заебанное. Угу. Красотичка. Хуйня. Покисончики отборные. 150 баночков. Покисончики охуенные. Ну, блядь, ладно, что-то дальше. Дальше уж сама разберу. Ну, че уж. Ты должен не поставить в посудомойку. Это, знаете, как сказать, посуда, она не то, чтобы грязная, она просто приготовленная к мойке, в посудомойке. Она не грязная, она смытая. Поэтому на меня, блядь, не подташнивает от нее. Все, мои дорогие. Ждет своего часа, пускай греется, вечером буду мягать, малых пяточки. Блядь, даже поставить некуда. Че, ждет, ждет, да, момента, пока вывалится, нахуй. Где вино, нахуй? Ой, блядь. Сейчас, подождите. Подождите, мои дорогие. Сейчас. Выпью с вами. Россия 24. Все, мои дорогие. Люблю, целую, обнимаю. Пиздец, блядь, время 9 часов. Неплохое вино, на самом деле, неплохое вино, но не мой варик. Мне Санта-Барбара больше нравится. Все. Наклюкалась, пошла в душ, пошла вот это вот все разбирать. Пошла в душ. До завтра. Завтра утром вместе пьем кофе, завтра утром мне никуда не надо. Я буду одна, кстати. Вместе пьем кофе, вместе просыпаемся.